Здравствуйте, меня зовут Петренко Атолий Владимирович. Сегодня я хочу рассказать об таймере для вендинга. Данный таймер может работать на автомобильных мойках самообслуживания, пылесосах самообслуживания, саунах, солярисах и везде, где требуется обеспечить клиенту платный доступ к услуге по времени. Данный таймер выполнен на базе свободно программируемого логического контроллера производства Китай. Это у нас промышленное оборудование. Также к нему я подключил дополнительное табло. В прошлом видео я рассказал о подключении к данному таймеру монета приемника, терминала безналичной оплаты WinDotek. И давайте в этом видео рассмотрим подключение к данному таймеру купюроприемника. Будем подключать купюроприемник кэш-код SM2073RU, прошитый по протоколу Пульс. И давайте рассмотрим схему подключения. Здесь провода могут быть другого цвета. Вот нас интересует вот этот нижний разъем. Желтый провод, провод слева, это у нас плюс от источника питания 12 вольт. Коричневый провод, провод справа, это у нас минус от источника питания 12 вольт, либо по-другому 0. Купюроприемник может быть прошит и настроен по-разному, и бывает так, что ему необходим сигнал на разрешение работы. Данный сигнал находится вот здесь, вот этот белый провод. Слева нижний белый провод, это плюс от источника питания 12 вольт. Справа нижний коричневый провод, это минус от источника питания 12 вольт, либо по-другому 0. А вот провода, которые находятся в середине, это зелёный провод и белый провод. Вот этот белый провод, который расположен справа, я подключил к минусу от источника питания 12 вольт. У нас таймер, лейдинговый таймер работает от источника питания 24 вольта, купюроприемник работает от источника питания 12 вольт. Соответственно, для того, чтобы таймер воспринимал импульсы от купюроприемника, необходимо минуса источников питания, либо по-другому нули источников питания объединить, подключить их вместе. Дальше рассмотрим. Вот этот белый провод, он у меня подключен к минусу от источника питания, то есть белый провод, который находится в центре справа. Здесь купюроприемник устроен таким образом, что у него есть электронное реле, с помощью которого коммутируются импульсы. И здесь очень удобно. Данный купюроприемник может коммутировать как по плюсу, так и по минусу. Но в моём случае таймер воспринимает сигналы по минусу. Соответственно, вот этот белый провод я подключил к минусу от источника питания 12 вольт, но они объединены с источником питания 24 вольта. А вот этот зелёный провод, который находится по центру, и он находится слева. Вот он у нас. Сверху жёлтый, потом идёт зелёный, потом белый. Вот этот зелёный провод я подключил на вход вендингового таймера. У нас X0 – это сигнал импульса с монетоприёмника. X1 – это импульсы с купюроприёмника. И X2 – это импульсы с терминала безналичной оплаты. Давайте немного повторимся. Жёлтый провод плюс 12 вольт, коричневый минус 12 вольт. Вот зелёный провод – сигнал. Вот этот белый провод – это у нас от минуса источника питания будет коммутироваться через электронное реле. Вот этот нижний провод – минус источник питания 12 вольт, коричневый. И вот этот нижний провод, который слева – это плюс от источника питания 12 вольт. Давайте попробуем зачислить купюру. Давайте попробуем зачислить купюру номинала 50 рублей. В происходе зачисления у нас стоимость 1 минуты настроена 50 рублей. Соответственно, зачислились 50 рублей. На 50 рублей будет 1 минута работы. Давайте кнопками вверх-вниз перейдём в меню настроек. И здесь видим, стоимость импульса от монеты приёмника у меня 1 рубль. То есть на 1 импульс 1 рубль зачисляю. А вот стоимость импульса от купюра приёмника я сделал 50 рублей. Купюра приёмник, может быть, по-разному прошит. Может быть, выдавать на каждые 10 рублей 1 импульс, а может выдавать на каждые 50 рублей импульс. В моём случае на 50 рублей выдаёт 1 импульс. Безнал также у нас может выдавать на 1 импульс – это 10 рублей. Но может быть настроен таким же образом, что 1 импульс – это 50 рублей. Всё зависит от настроя. Давайте для эксперимента попробуем поменять. Нажимаем «Сет». Выделяется вот это поле. Мы не будем сейчас редактировать поле стоимости импульсов от терминала безналичной оплаты. Нажмём ещё раз «Сет». Вот у нас стоимость импульса от купюра приёмника 50 рублей. И давайте с помощью клавиатуры сделаем, допустим, 10 рублей. Это будет неправильно для моего купюра приёмника. Для подтверждения нажимаем «Сет». Ну, просто потестируем. Если я не хочу редактировать это поле, я нажимаю «Эскет». Дальше с помощью стрелок возвращаемся. Стартовое окно. И сейчас попробуем зачистить 100 рублей. В соответствии со стройками у нас 100 рублей не зачислится, а зачислится всего лишь 20 рублей. Да, произошло зачисление всего лишь 20 рублей. В моём случае это неправильно. Перейдём в настройки. И изменим стоимость импульса. Нажимаем «Сет». Ещё раз «Сет», пока не выделится это поле. И здесь введём с помощью цифровой клавиатуры значение 50 рублей на один импульс. Нажимаем «Энтер» – подтверждение. Это поле я не хочу редактировать, поэтому нажимаю «Скин». Снова возвращаемся стрелочкой вверх на главный экран. И сейчас попробуем зачислить купюру номиналом 100 рублей. Внести купюру номиналом 100 рублей. И видим, у нас было 70 рублей, теперь 170 рублей. То есть купюра зачислилась корректно. Можем нажать кнопку «Работа». Включается управляющий элемент. И происходит списание денеж-стресс в соответствии со стоимостью, заданной стоимостью. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.